Так, отлично. Значит, я вошла в эфир, да? Здравствуйте всем. Извиняюсь опять за задержку. У меня опять были технические небольшие такие неполадки. Я очень рада приветствовать вас, всех зрителей. Ещё раз на Ваикре. Я ещё раз представлюсь. Меня зовут Науми Виктория Кондрашкина. Я живу в Испании. И свой первый урок я делала, по-моему, в конце мая или в начале июня. И вынуждена была прервать свои уроки, потому что... Сейчас объясню, почему. Я записалась на курс к Исааку Пентасевичу, чтобы повысить свою квалификацию. И вот курс настолько был интенсивным и занимал много сил и времени, что я не могла выходить в эфир. Я выхожу в эфир. И хотела бы, не хотела бы, а хочу делиться с вами своими знаниями о том, кто такие Цадиким. Я надеюсь, у меня слышно и видно хорошо, да? Слышим, видим. Очень приятно. Хорошо, тогда я начинаю уже непосредственно тему Цадиким. Кто такой Цадик? Цадик – это тот человек, который абсолютно каждую секунду, доли даже секунды, находится на связи с Всевышним. То есть он настолько уничтожил свою волю перед Всевышним, что может находиться на связи такой всегда. То есть если обыкновенный человек, простой человек, удостаивается контакта с Богом только во время очень искренней, вдохновенной молитвы, тот Цадик находится в контакте постоянно. И поэтому считается, что если мы хотим приблизиться к Богу, мы можем приблизиться к Цадику. И прежде чем я расскажу о великом Цадике Большем Тове, я вам немножечко хотела бы рассказать свою историю, каким образом я стала знакомиться с Цадиким. Очень много лет назад, ну очень много лет, 7-8, я прочитала в Зооре, что этот мир, он существует только благодаря праведникам. Если бы не они, мы бы не заслужили такую вообще честь до сих пор жить на земле. Я заинтересовалась очень этим вопросом. И поехала, наверное, лет 7 назад с одной группой в Польшу на как раз, чтобы посетить могилы праведников. Это была очень интересная поездка, потому что всю неделю, когда я была в этой поездке, мы только ездили по лесам и ходили, вот искали могилы и ходили по лесам. Потом справили шаббат, и я успешно опять улетела в Испанию. Я знала о том, что многие люди говорили, что когда ты находишься на могиле Цадика, ты чувствуешь вот эту связь с ним, какая-то энергия должна быть специфическая, ты чувствуешь какую-то вот явно что-то специфическое для тебя. Я абсолютно ничего не чувствовала. Я просто, можно сказать, как попугай, повторяла за другими людьми то, что они делали. То есть ходили вокруг могил, молились, принято класть руку на могилу и таким образом соединяться с Цадиком, просить что-то, молиться, ставить свечку. Также принято есть небольшую мизунот, печенюшку и выпивать немножко сильного алкогольного напитка. Это чтобы соединиться на физическом уровне. То есть я все это делала, но никакой связи абсолютно не чувствовала. То, что произошло потом, я поняла, что это действительно была связь. Потом, когда я вернулась домой, я действительно поняла, насколько было хорошо мне, когда я была в Польше. Насколько это было такое состояние гармонии в жизни, когда тебя абсолютно ничего не волнует, когда ты всегда уверен в себе, просто вот на душе хорошо. И когда ты уходишь из этого состояния, тогда ты оцениваешь, что где-то было. И вот это был мой первый шаг. И впоследствии, в течение нескольких последующих лет, моя жизнь настолько изменилась, что сейчас я вспоминаю себя, я была совершенно другим человеком. Я вот даже вышла замуж, хотя совершенно не предполагала, что после моего развода я когда-нибудь выйду замуж. Известные цадики в Польше, которые находятся там, очень много есть захоронений. Я могу назвать несколько вот таких вот известных. Может быть, они вам знакомы. Цадики, которые находятся в Польше, это Акоин из Люблина, Эли Мелех из Леженска, Шломо Лурия, Шломо Акоин из Родомска. Ну вот, и теперь, значит, продолжаю. Хотела сказать, что самый первый упомянутый в Торе цадик – это Ноах. Вот, затем Шем, также являются наши праотцы Авраам, Моше, Арон, Шмуэль, Давид, Мордыхай, Эстер и так далее. Также Талмуд говорит о том, я нашла подтверждение этой информации, которую узнала много лет назад. Талмуд говорит о том, что благодаря 36 праведникам в каждом поколении существует этот мир. То есть говорит это о многом. Вот, значит, сегодня я начну рассказ о Большем Торе, и когда время пройдет, то есть у меня есть 10-15 минут, мы будем продолжать на следующей неделе дальше рассказ. Огромный праведник, основатель хасидизма Большем Тов привлек мое внимание, я была приглашена на его могилу. Это было приглашение, конечно же, не физическое, а духовное. Вот, позапрошлым летом я имела честь поехать на могилу Большем Тову. И сегодня я начну свой рассказ о его жизни. Большем Тов, как я сказала, основатель хасидизма, он родился в 1698 году, 18 иллюля, что соответствует августу-сентябрю, в Тернопольской области. Сентябрю, это Украина. И имя Большем Това, это Израиль. Большем Тов, это впоследствии дано ему такое имя. Большем Тов, это значит, что человек Бога, что он находится все время в связи с Богом. И стоит упомянуть о отце Большем Това, насколько это был человек полной доброты и щедрости, гостеприимства. Но, несмотря на то, что сам он был довольно бедным, он в той местности, где он жил, он расставлял таких дозорных. То есть просил, чтобы люди выполняли роль дозорного для того, чтобы отыскивать бедных путников. И этих путников направляли в дом к Раву и Лейзеру, так его звали. И там они получали все необходимое – еду, питье, одежду. Они могли переночевать, отдохнуть. И за эти праведные действия, которые совершал Рав и Лейзер ему, было дано обещание в том, что ему будет дан сын, который поможет сынам Израилевым увидеть свет. И вот таким сыном был Большем Тов, Израиль. Большем Тов родился, нет, не родился, он осиротел довольно рано, потому что его родители уже были пожилые и отец рано умер. Перед самой смертью отец взял своего сына на руки и сказал ему – помни, что с тобой всегда Бог, и раз это так, ты ничего не бойся. И вот эти слова Большем Тов пронес через всю свою жизнь. Это было видно совершенно во всем том, что он делал. Он всегда надеялся на Бога. Как и, в общем-то, все цадики, Большем Тов, Израиль был очень специфическим ребенком. До 12 лет он учился в Хедере. И там он отличался тем, что он постоянно куда-то исчезал. То есть проходили 2-3 дня, и ребенок исчезал. Потом его искали и находили, как правило, в лесу, в совершенно состоянии в таком медитативном, погруженном в себя, отрешенном, уединенном. Его возвращали опять в Хедер, но проходило 2-3 дня, и он опять исчезал. И опять его находили так же вот в лесу. И таким образом в 12 лет в одном источнике, в одних источниках говорится, что вы выгнали из Хедера, в других источниках говорится, что он закончил Хедер. В любом случае в 12 лет он оттуда уже ушел, и вынужден был себе зарабатывать на пропитание. Начал зарабатывать тем, что был учителем маленьких детей. То есть того города, где он жил, Окуп, он собирал детей с утра, занимался с ними целый день, объяснял им Тору, объяснял им, показывал, как молиться, и потом вечером возвращал их домой своим родителям. Потом, чуть позже он стал сторожем в синагоге. И вот когда он становится сторожем в синагоге, тоже интересные, какие были стороны в его характере подмечены, люди думали, что он просто засоняй лентяй, потому что в течение дня его часто находяли спящим, пока в синагоге были люди. Ну и ночью, когда никого не было, когда все уходили из синагоги, тоже думали, что все спят, но он на самом деле не спал. Он углубленно изучал Тору, Талмут, все учения. И как раз в это время ему начинают открываться познания Каббалы. И вот как раз знания Каббалы ему пришли через великого каббалиста Адама Баалашема. Но лично они были незнакомы, потому что Адам Баалашем, он жил в Вене. Но каким-то странным образом, по приданию, по хазидской традиции умирающей, Адам, он получил откровение о том, что вот эти таинственные рукописи, которыми он обладал, он должен передать некому Израилю из окупа. Это как раз был Баалашем Тор. Адам Баалашем, он не имел возможности знать его лично, как я уже сказала, и поэтому эти рукописи ему передал его сын в 1712 году. Тогда у Баалашем Тор было 14 лет. Дальше стоит отметить такой факт, что в 1716 году Баалшем Тор женился. Опять-таки по одним источнику 16 лет, по другим источникам говорят, что ему было 18 лет. Вот, женился очень рано, но в первом случае, первый брак закончился неудачно, потому что его жена вскоре умерла. И после смерти своей жены Израиль пошел, он стал путешествовать по городкам, по еврейским окрестностям, вот, и пока не нашел себе место в этой, учителя тоже, учителя в городе Броды. Вот, и там, в городе Броды, он второй раз женился. И на этот раз он женился на сестре знаменитого раввина, раввина Гершина Кутовера. А Кутовер, я не знаю, как это делать правильно. Вот, и история женить бы его тоже была очень интересной. Отец Гершина Кутовера, он был очень, он был тоже раввином, и очень богатым кувцом Авраам Кутовер. Он имел какую-то тяжбу с одним из жителей, местечко, как раз где преподавал в это время Большин Кутов, Исраэль. И для разрешения этой вот тяжбы был попрошен вот как раз Исраэль, Большин Кутов, помочь разрешить эту проблему. И Авраам, он был настолько потрясен мудростью молодого учителя, что они вместе составили договор, брачный договор, он захотел, Авраам захотел, чтобы его дочка вышла замуж за вот этого молодого, блестящего, такого мудрого человека, Авраама, Исраэля Большин Кутов. Ну и вскоре после подписания этого контракта, этого договора, Раф Авраам умирает. И после смерти отца его сын, Раф Гершин Кутовер, он находит вот это вот брачное соглашение. Он совершенно не знает, кто такой Исраэль. Израэль, и он его никогда не видел. До того момента, как к нему в дверь один раз постучался молодой человек, очень плохо одетый, такой бедный, в крестьянской одежде, ну и к тому же, который производил впечатление не очень образованного такого человека. После свадьбы Раф Гершин, он пытался научить своего Шурина, научить тонкостям и хитросплетениям Талмуда, но Большин Кутов сделал вид, что он ничего не понимает, что там вообще все глухо и что ему ничего не понятно. Это тоже является такой отличительной особенностью цедики. Они пока находятся в молодом возрасте, в возрасте вот этого становления и поиска, и нахождение вот этого прямого контакта с Всевышним, они от всех скрывают в основном свои знания и свои истинные вообще предназначения. И вот Раф Гершин, он думал, что его сестре попался, конечно, вообще такой вот вариант, очень безнадежный, и поэтому для того, чтобы они, чтобы молодая семья его не позорила, среди жителей, вот этого, по-моему, это было, так, как же, Брод, да, городок назывался, он им подарил лошадь, телегу и отправил их куда подальше, чтобы они двигались по свояси. Ну и вот молодая семья уехала, стали жить они отдельно, они поселились где-то в заброшенной деревушке, потерянной между двумя маленькими городками Кутов и Косово, и прожили вот в этом городке семь лет. И вот я позволю себе как раз вот на этом моменте закончить историю жизни Большимтова. Я буду продолжать следующий вторник. Ну и как заключение хотела бы сделать тоже свой комментарий. в рукописях Рави, ой, Рави, Ари, написано, Ари писал, что пока человек, каждый человек, не найдет себя, не разберется в себе, не разберется, кто он, не поймет вообще своего внутреннего мира, он никогда не сможет выполнить то задание, с которым он пришел в этот мир. Мы же понимаем себе, да, что мы приходим в этот мир не для того, чтобы просто приятно провести время, а чтобы выполнить свое задание. И вот часто очень это сложно сделать, потому что мы живем в таком сейчас мире, где много очень стрессов, на нас много обязанностей, мы вынуждены зарабатываться на жизнь, на это уходит большая часть времени. Но это очень важно найти свою дорогу. Я как коуч могу... Поэтому... Продолжение следует...